ну что друзья всем привет на связи как всегда черкас и это моя рубрика день с игроком как вы можете заметить сзади меня горы нереально красивый вид и полная зима это значит что мы находимся на урале магнитогорске прямо сейчас я стою на катке а позади меня дом олимпийского чемпиона чемпиона мира обладателя кубка гагарина экс игрока национальной хоккейной лиги нью-джерси дэвилс егора этот выпуск будет необычным лично для меня сразу по нескольким причинам первое я сюда летел не сам покупал билеты не кто-то мне их оплачивал я сюда летел вместе с командой металлург магнитогорд на их зачартерном рейсе для меня это действительно что-то новое потому что я не знаю покажите мне еще одного блогера которого пустят просто самолет лететь команды просто покажите эксклюзивный контент второй момент я живу непосредственно у самого егора яковлева он меня приютил за что ему большое спасибо мытищинского нахлебника приютил не хочется реально отвлекать вас от просмотра хочется просто уже пойти и делать топовый контент чтобы вы наслаждались как всегда эксклюзивчик бомба я думаю все и адекватно прекрасно понимаете что кроме нас никто не делает такого топового контента вам будет очень интересно нам очень приятно поэтому давайте сейчас просто быстро как всегда вы сами знаете что сделать палец вверх колокол коммент пишем подписку оформляем и идем смотреть топовый выпуск я никого не смею отвлекать все смотрите выпуск пацаны и наслаждайтесь вот этим вот видом магнитогорских гор зима конечно просто жопа дом x игрока национальной хоккейной лиги нью-джерси дэвилс егора выиграл уже олимпийские игры чемпионат мира поднял над головой куба гагарина какой интерес играть в хоккей дальше давай показывает свои хоромы тяжелая но вот эта машина она где-то стоит вот было по 95 миллионов сейчас же вам понизили прям даже бассейн вышел один ноль шайба на крюке это что такое мы разыграем клюшку егора обязательно в конце этого выпуска ребята сегодня хочу посоветовать вам крутой сервис моих друзей из лиги ставок как вы знаете не давно поддерживают нашу сборную россии по хоккею а совсем недавно стали спонсорами чемпионата мира по хоккею поэтому можете довериться ребятам и поддержать свою команду в любом виде спорта вместе с лигой ставок по ссылке в закрепленном комментарии также по этой ссылке вас ждет кэшбэк до 12 с половиной процентов и помните чем больше игровых дней тем выше кэшбэк подписывайтесь на социальные сети ребят которые будут указаны внизу там много классного контента и интересных призов приятного просмотра рыбаки сидят палатки стоят посмотрите какие горы и горка говорит что не в сочи я это сюда магнитогорск на горнолыжные курорты он тут не далеко где-то у него вот ну посмотрите какие виды вот собственно сам дом егорыча он тут себе сделал такое мини мини поле мини каток может быть мы даже зарубимся с ним как сани бурмистром побросаем по девяточкам дом просто бомба просто горы магнитки конечно по сравнению с москвой просто нереальный дубак егор ты официально отобрал звание самого титуловного игрока на нашем канале у сани бурмистрова потому что ты выиграл уже олимпийские игры чемпионат мира поднял над головой кубок гагарина какой интерес играть в хоккей дальше если он вообще уже у тебя у сани не жалко сани не обидится когда раз выигрываешь и чувствуешь этот это чувство его хочется повторять постоянно и наверное это главный такой стимул тебе в той копилке не хватает лишь только кубка стэнли ждать ли нам возвращения об этом пока я даже думаю неуместно говорить я пока что есть контракт с моей команды родной пока все мысли на кубке гагарина но чисто так вот теоретически возможно ли что такое произойдет конечно хочется я перед собой ставлю себя высокие цели задачи и конечно хотелось ты забил первый гол в национальных кейна лиги в моей любимой команде за которой я болею тампе что такое забить первый гол в инхайл какие это эмоции и чувства помню очень хорошо этот момент непередаваемые эмоции это на всю жизнь запоминается и и что очень круто до тебя в девилс был сергей калинин хоть он конечно чуть-чуть подольше там побыл в инхайл но тем не менее он все равно не задержался в девилс собственно говоря как и ты почему русские игроки не задерживаются в девилс и ты после своего возвращения был как-то по моему глядя на все интервью не шибко доволен общей системой команды организации почему такое происходит именно в девилс то нет в принципе я доволен был всем так непонимание у меня было главный тренер как по отношению по всему потому что я видел многие моменты там когда я играл прям шло прям шло и ко мне все очень хорошо относились кроме главного тренера и тренер по защитникам в конце шестером мы должны были играть снимали вратаря и ну я прям слышал и тренер по защитникам говорит давай яка выпустим он прям категорически так еще с такой ненависти русофобия да играли с рейнджерс и я забиваю гол сравниваю и просто тренер такой недовольный был на следующий день меня отправляют в ахэл но самое главное наверное для меня то что когда уже игроки в команде как бы они уже даже говорили тип что происходит почему так вот то есть для меня это наверное было очень приятно что уже игроки как ты как раз в одном интервью обмолвился о том что говоришь ко мне в девилсе все относятся очень хорошо ходят улыбаются менеджеры все но говоришь какой-то один человек из-за него у меня все не получается и ты тогда не как ты говорил в интервью ты не знал что это за человек но судя по всему теперь ты выяснил что это был самый главный это был твой тренер и была одна ситуация когда вы проиграли матч по моему 81 но у тебя был положительный микроматч ты выиграл там что-то 10 свой микроматч и ты говоришь что когда матч закончился я даже не рассчитывал сыграть следующий матч я уже знал что отправит именно меня почему почему так происходит ну и реально и тебя спускают в итоге в ахэл ты едешь хотя у тебя положительный микроматч команда слила 81 что почему что за несправедливость не только в дэвилз они там везде улыбаются все делают все по-другому менталитет у них такой я не знаю для меня вот честно это была загадка но в ахэл я тоже всегда ездил с нормальным настроением там был сергей брылин вообще вообще большое спасибо он очень мне помог и в тренировочном лагере он тогда был с основной командой они были все он мне так помогал очень и в ахэл помогал очень ну что ребята мы пришли домой к олимпийскому чемпиону давай показывай свои хоромы я уже немножко ознакомился конечно но наши ребята еще не видели любимый бренд одежды какой как у бурова он ходит в филипп лэйн там шмот такой фирмовой когда его спрашивают какой тебе любимый бренд он вообще мне сказал гайк у тебя тоже на и или все-таки будет бренд любимый что нравится то и покупаю очень любишь кроссовки потому что у тебя их нереально много какие только нет тут и софлайт коллаборации все дела ты такой сникер походу на старше становлюсь тем наверно больше классику не классику как-то солидный на самая дорогая вещь гардеробе гора якобы ну понятно что все дорогое конечно но тем не менее костюм может быть там форте такое здесь получается вся олимпийская сборная расписалась да да а это твой недавний юбилей 100 очков в континентальной хитерной лиге так ну там понятно там живет макичинский на хлебник отдельный плюс этого всего дома за вот это ребята посмотрите какой вид он уже но тут наверно вот так вот с утра просыпаешься чашку кофе берешь перед тренировкой до выходишь так большой плюс я считаю этого климата здесь здесь всегда очень много солнца здесь да бывает как ты уже почувствовал морозно зима конечно просто жопа здесь всегда есть солнце и всегда очень не замечается то что происходит и насколько холодно его но раз уж мы очутились в этой невероятно офигенной крутой просто нереальной машине моей мечты давай рассказывай что у тебя за тачка сколько сил и сколько стоит все 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 вообще про не с кем и юрия дядя больше раз пригодился машины мне очень понравилось такой себе маленький подарок сделать это гелик 63 у тебя даже с буром когда катались в казани он перестраивается из ряда в ряд у него прям машину качает вообще то есть там не уверенно у тебя же прям реально все наоборот да и совсем другая машина моя первая машина вообще которую я себе купил до этого все машины были подарены да там за чемпионат мира нам это был следующий вопрос вот эти машины которые вам дарили за чемпионат мира за олимпиаду они действительно какие-то там супер мега лимитированы за чемпионат мира который нам дарили у кого в магнитке у вас в команде самая крутая тачка сама заряжена но вот эта машина она где-то стоит в районе 20 до ну наверно да что то такое у кого в магнитке у вас в команде самая крутая тачка самая заряжена у меня много у ребят хороших машин там лишь у дронова твоя любимая BMW M5 да у него там заряженная перезаряженная вообще не знаю я бы наверно если бы год назад да я бы не сделал бы себе такую что эти деньги положу куда-то недвижимость или еще вот что-то потому что все знают и понимают что вкладывать деньги в автомобиль да это совсем не совсем правильно но в то же время я понимал если я себя сейчас не куплю эту машину я дальше я уже точно ее себе не куплю потому что я буду браслеем не жалеть и не потрачу эти деньги на автомобиль куда-то может более правильные вещи но сделал сделал не жалею как-то все равно когда ты едешь на этом крутом автомобиле на игру какой у тебя плейлист перед игрой есть ли такой плейлист у тебя L1 мне очень нравится это 5 исполнителей твоих L1 L1 Buster значит может быть где-то Каспийский груз и потом какие-то определенные сейчас Алян Голочек лайк поставил у него потому что он всегда едет на игру у него табор уплать в небо прям на репите просто от самого дома до арены вот мы с ним записывали он рассказывал 5 традиций перед игрой от Егора Яковлева Слушай я сделаю все одно и то же игровой день у меня как уже на автомате все одно и то же стою в одно и то же время одеваюсь Одно и то же одержу Ну нет это ну а когда если что-то фартовое идет то да Смотрите как Магнитогорский просто коровы переходят дорогу Ну тут ночью конечно разбить корову нужно вообще расплюнуть Это да большая здесь проблема Ну там не знаю например надеть конек там из левой ноги выйти там справа нет такого вообще ты не загоняешься да? Не обращаю внимание Ну что ребята по пути на арену мы решили заправить зверя Молодой человек до полного пожалуйста Так вот за заправки езжу От заправки до заправки Сколько стоит заправка гелик? 4 749 4 749 Мою машину можно заправить ну раза 3-4 точно Извините Пацаны сейчас вы кайфанете Послушайте просто этот рык этого зверя Любое говно может стать чемпионом мира А ты иди и попробуй стать олимпийским чемпионом Один за всех все равно Что за история у этой картины и откуда она тебе? Ты подарил мне мой тренер Этот заголовок взят из миниатюрки из комеди клаба А так один за всех все за одного Но это он нам всегда как бы это наш такой лозунг был Он нам прививал это качество С детства здесь тоже книжка Три мушкетеры Три мушкетеры Когда классный руководитель Там были проблемы у меня С учебой У нас был спецкласс Она ему так говорила Он говорит ну я с ним разберусь Я ему вслух читал три мушкетеры Если ему куда-то Уезжали на выезд или был какой-то турнир Я приходил к нему в номер и читал ему вслух Три мушкетеры Слушай ну раньше вообще эта тема была популярна Потому что там и дневники и все проверяли Прям за учебой следили Да у нас был командный дневник где за поведение оценки ставили И это я и увел Баню очень люблю Много времени провожу если есть момент когда там пауза Я очень люблю восстановление именно в бане Слушай друзья все серьезно Прям купель такая стоит новая и банька Играешь ли ты вообще в приставку в какие-нибудь игры в компьютер там я не знаю в playstation во что-нибудь Если да то во что играешь Слушай ну с появлением молодого человека Федора В моей жизни как-то я меньше стал играть Здесь у меня комната сына когда он приезжает Кстати говоря про сына Видео из твоего инстаграм Когда ты решил подарить сделать сыну приятное И подарить ему коньки Ты открываешь коробку Показываешь ему А он с таким недоумением говорит А где машины? Ну смотри Это коньки Как у папы Нет, это коньки машины Это коньки круче машины Ну мерей быстрее Хочешь уходить? Ты расстроился и как сейчас обстоят дела с хоккеем и сыном? Нет, слушай, я не расстроился Такая реакция была очень смешная и искренне Ну сейчас ты говоришь, что сын вроде тебя играет Сейчас начинает, да Он уже повзрослел и он как-то, у него есть интерес уже такой Сделал площадку, расчистил лед Но в школу не отдавал еще в хоккей? Нет, слушай, у меня нет такой вот этой идеи, что мой сын должен быть хоккеистом Да, я безусловно его поставлю на коньки Научу на коньках кататься А там, ну понравится Будет утром меня будить и говорить Поехали на тренировку Тогда, конечно, заставлять его играть в хоккей я ни в коем случае не буду Родители, берите на заметочку Однозначно Моя комната Слушай, ну тут прям вообще все очень-очень-очень солидно Это первая шайба в НХЭЛ? Я так понимаю Нет Это первое очко Это мы играли против Монреал Да, я помню вот легендарный пас еще потом все говорили О, Яков, Яков Слушай, а вот эти шайбы, их же получается кто-то забивает и сам тебе расписывают ее так, да? И приносят просто Сам, да, сами делают Это первая игра Против Виннипега мы играли Слушай, какие там шайбы, а? Крутые Это первый гол Они делают вот такие Рамки прям, да, такие? То есть это не я делал, мне вот прям вот так принесли Тут протокол матча официальный Бомба, слушай, вообще там ПВ, Кучеров, Поинт, Яковлев, Ватанин Фотку прям, блин Смотрите, ребята, вот Почему надо стремиться расти Какие крутые рамки делают Думаешь, я пойду? Так, а вот, кстати, та площадка, про которую говорил Егор Ее видно отсюда Ну, босиком я не рискнула, конечно, уходить Но вот, какую площадку он сделал для сына Расчистил все так Ну и для себя, конечно, оттачиваю мастерство Каждый вечер Льда мне мало, не хватает Выходишь, да? Да, я надеюсь, в главное время посмотрите Я работаю У тебя даже джойстик-то, посмотрите, какой красивый Тебе подарили его Да нет, урвал что-то Случайно Игр мало, конечно, что-то всего две Как-то не солидный Ну, FIFA 20, NHL 20, все понятно Слушай, ну, я не могу тебя не спросить про питание Потому что сейчас тема питания в хоккее как никогда актуальна И кто-то выбирает себе вегетарианство Кто-то выбирает какой-то еще другой тип питания Что у тебя, как обстоят с этим дела И давай, может быть, посмотрим, что находится в холодильнике Холодильник холостяка Огурчики и мослинки Слушай, ну, дружище, как-то вообще не густо Мы же только приехали, с выезды недельного Ну, нет, без мяса я не смогу жить, это точно Стараюсь следить, как бы есть определенное то, что я ем Замечаешь ли ты, что тебе тяжело после того, как ты съедаешь мясо? Это надо делать тоже, я считаю, немножко аккуратно переходить Были случаи, там, один из хоккеистов резко решил, что он Веган, и все, и он сразу там получил травму Ну, там, плечо сразу же отлетело Ну, нет, я привык уже к этому Но, кто знает, тоже, возможно, попробую И мне это реально понравится Я реально буду себя хорошо чувствовать Хотя у меня много моих друзей Которые не едят мясо И при этом чувствуют себя хорошо Но они в других продуктах Ты довольно-таки активный пользователь Инстаграм Ты даже имеешь свою маску 30 тысяч подписчиков, почти 300 публикаций И мне интересно узнать, какое отношение к социальным сетям, к медиа Здесь у нас в России И какое в Америке И как вообще она на тебя повлияла с точки зрения соцсетей И в России, медиа, да Ну, все зависит от организации Некоторые как-то более проще относятся к этому всему Но у каждого своя специфика, свой бюджет И я считаю, что это нужно Это и работа с болельщиками Которые вот идут через эти соцсетей Потому что все сидят там В Америке, конечно, это все по-другому, да По-другому более развито? Да, конечно Но опять же, все зависит от организации И кто занимается, и как занимаются этим Там тоже в Америке есть различия У каждой команды у них отличается, да, Инстаграм Как игроки вообще в Америке относятся к ведению социальных сетей? Потому что у нас русские хоккеисты Я все-таки тоже общаюсь со многими ребятами Но для них, можно сказать, знаешь, как такой зашклак, можно сказать Для нас это стрёмно, да Я столкнулся с этим Тоже я в том году пытался прям очень, да, там плотно вести Это и сразу получал там реакцию там на друзей На Домесы там смеялись В Америке больше к этому относятся как Ну люди думают дальше И как бы все, да, знают, что в Америке там все заточено на деньгах После хоккейной, да, там у них будет Все равно будет, опять, какую-то прибыль будет приносить И, ну опять же, не все Не все игроки топовые, да, там ведут свой Инстаграм Когда начинают там, блин, игра не идет, еще что-то Ты начинаешь там искать во всем, да, там причины И, так сказать, 100% в Инстаграме это из-за него все Вот я вчера выложил пост негативный и все, что-то Это по-любому из-за этого Я считаю, что это круто, это правильно все развивается Все идет вперед И кто успел, кто сообразил, тот и на коне на данный момент На моей памяти ты, наверное, вообще просто единственный игрок Который после приезда из Америки в Россию сказал, что да нет там ничего особенного Ну, типа, мне как-то так не сказать, что прям вот вау В СКА было так же Вау было от самого хоккея, от около хоккея, как это все происходит От этого у меня был прям восторг в этом И я такого не видел никогда, как Люди относятся к хоккею, как болельщики относятся к хоккею От самой Америки, от жизни там Многие, да, там кайфуют от этого Ну, не знаю, мне в Питере, в Москве как-то Было более уютнее и комфортнее, чем в том же Нью-Йорке В Нью-Джерси Девилс, когда ты играл там У вас был тренер, ну, и он как бы, ну, не особо, можно сказать, стеснялся в своих выражениях Ты тоже как-то один раз упоминал об этом И вот мне интересен тот факт, что действительно ли в Америке тоже есть такое, как в России Когда тренера, ну, прям реально гасят, да Обратная сторона медали Есть ли там такое, и что самое жесткое Слышал ты, например, в свой адрес? Мой адрес, чтобы прям что-то такое жесткое Он там не говорил Ну, либо я не понял Ну, мой Америки тоже не супер Может быть, я просто не понимал А так, ну, жесткий он был, да Мог зайти там в собрание Собрать видео, там, в комнате Кинуть просто блокнот к капитану команды Типа, смотрите, разбирайте голы Типа, пишите мне, кто вы считаете, там, виноват Из-за чьих ошибок, типа, пропустили гол То есть, вот такое, там, бывало Проиграли в Тампе 2-9, что ли, или 2-8 Он мог забежать, там, в первый, в автобус, да Там, просто выкинуть пиво, там, все Которое, там, сзади стоит пиво В Америке всегда, там, после игры Там, кто хочет, может выпить пиво Поэтому нормально, там, он мог забежать первым Там, мы просто выкинули это все Из-за автобуса вылет Ну, что, ребята Мы приехали к Егору на квартиру Где у него коллекция всех его наград, майк и всего остального Сейчас будем смотреть, узнавать, что к чему И, кстати, даже покажем олимпийскую медаль Егор, давай начнем с этой майки Что за майка, откуда? Это чемпионат мира, 14-й год Тут Владимир Владимирович, тут все, да? Тут просто, ребята, посмотрите, какая у Егора коллекция Во-первых, майя Ох, какая она тяжелая Каково это, быть олимпийским чемпионом? Она реально из золота, да? Надеюсь, и никогда не узнаю Из золота она или нет Ребята, пишите в комментариях, как вы думаете Сколько стоит олимпийская медаль? Так, это за КХЛ, да? Чемпионство получается такая Здесь в перстне Это самая первая шайба С подписью просто Первая Это за Акбарс 2 еще Тогда не было МХЛ Это первая шайба в КХЛ А это первая шайба в высшей лиге Ты, короче, уже позабивал Во всех лигах, в которых возможно Это что за медаль? Да, это так, это какие-то подарочные были Да, после олимпийской Ты уже все медали такие какие-то Лучший новичок команды «Нефтяник» Здесь коллекция Детские медали Ну ты, походу, это с детства чемпион, да? Да, это уже серьезные медали В высшей лиге мы играли в финале С «Нефтяником» я играл Десятый, одиннадцатый Это? Да, это я на универсиаду ездил Мы выиграли Минск Четырнадцатый год По мотивам тринадцатый Четырнадцатый сезон Ну и, конечно же, легендарное фото Самым главным человеком в нашей стране Мне кажется, если у тебя есть такое фото То ты просто в порядке Пойдем смотреть майки Мы направляемся В раздевалку Магнитогорского металлурга Сейчас будет Эксклюзив Что показывает, где твое место Сейчас будем проводить тест-драйв формы За это плюс, плюс штраф Какие особенности есть в форме у Егора Яковлева? Что необычного ты делаешь с своей формой? Там, не знаю, вроде у тебя даже нету никаких старых нагрудников Как у твоего друга Сани Бурмистова, который у него просто футболка нагрудник А вот это, что за нашивка на спине? А это датчики здесь вставляются Мне в НХЛ еще нашивали этот датчик Типа следить там за скоростью Вот это движение Подубитые Подустал все И все этот перезашитые Шитые, перешитые тоже уже Мне лучше в старом ограничке Чем к самому привыкать Конечки еще тоже так, конечно себе Я посмотрю, что находится в косметичке Лента Это что такое? Это мне в Америке подарил, кстати, этот Защитник был такой Закончил сейчас карьеру Бен Лав Джой Поддергиваю, это все было тяжело Это специальная штука Она берет вот так Она полностью вот так снимает Вообще бомба, да? Потом, блин, ты вот так собираешь И все, и снимай просьбу Лайфхак, пацаны А ее можно купить где-то? Слушай, по-моему, она в Америке где-то продается А вот он рядом со мной сидел постоянно Он устал смотреть на меня Уже не зря залезли Давайте посмотрим до конца все-таки Что у тебя есть буквально? Кисти, значит, потянешь? Ты что, тренер у нас всегда С эспандером ходить? Должен быть Да, кстати, шайба Это обычная стандартная шайба Это вот как я начал карьеру свою Я ее взял Я постоянно притираю Клюшку Вот, да И это вот она вот А с идеей? Она везде со мной была Везде все прошло И все натирала Крутяк Это что? Ну, это гель Просто сахар поднот в крови Это в анхеологии выдают? Нет, это сдачность О, карточки, кстати Это вот только выдали нам Сейчас вот с последней игры Кто собирал карточки игроков Как это делал Егор У него есть целый альбом Даже, правда, он его не нашел Ставьте лайк За карточки Так, ну, в принципе, все По форме, конечно Есть небольшие недочеты Но это все Пойдем посмотрим Плюшки твои Загиб У тебя какой-то необычный загиб? У меня Саки Стандартный Девятнадцатый, когда Сколько лет? Девяносто... Просто ты ничего не делаешь необычного, да? Покрипованный нет Кстати, ребята, мы разыграем клюшки Клюшку Егора Обязательно В конце этого выпуска Вот И, как обычно, отправим его победителю А сейчас... Было ли такое, что после твоего возвращения с Америки сюда в Россию Твои ненавистники, хейтеры, как их все называют, говорили, что Да мы так и знали, что у него не получится Да так он и вернулся Да как мы говорили Был ли такое или нет? Не припомню, если честно Что бы прям такое было Ты знаешь, самое главное для меня Я не считаю, что у меня не получилось Я достойно выступил Я понял самое главное для себя, что я могу играть в этой лиге Был ли шанс у тебя побороться, остаться, побороться там через АХЛ пройти? Потому что я, когда готовился к выпуску в интернете Попадал на такие, как бы, высказанные, что А что он дальше не остался бороться там в АХЛ, чтобы пролезть? У него же все было нормально Ну, потому что действительно, по статистике, по игре, как бы, вопросов нет Ты реально очень круто выступил И у тебя же наверняка был шанс побороться Почему ты принял решение переехать сюда А не стал, как бы, пробиваться дальше и дальше Потому что, например, тот же Орлов там, да, защитник Он тоже, как бы, ну, не сразу попал там Через какие-то тернии и тернии и многих кист Моя ситуация была в том, что Я понимал то, что Я не хочу оставаться с этим тренером, да, с главным Потому что я понимал, что будет Все плохо Все плохо, да И тем более я видел то, что они Начали укреплять там защитную линию Сюбана подписали Еще там сразу же практически Вот, и я видел то, что, ну, тяжело мне будет Вот, и когда было последнее интервью Мое там с главным тренером После сезона У них каждого игрока вызывают И делают интервью, общаются с игроком В дальнейших планах Да, просто понял, что Из разговора, да, с ним? Да, из разговора с ним, что Ну, так И он не особо как-то хотел Ну, и я так же Было ждать месяц-полтора И командой Определяться, если там Нужно было остаться Неужели при такой статистике И при такой игре У тебя не было каких-то там, не знаю Других предложений с НХЛ И каких-то других, может быть, вариантов Мне говорили все Там, подожди, подожди Там, сто процентов найдем У тебя будет контракт Не уезжайте Ну, не вздумай обратно вернуться Ты Дэн Мирштейн тебе говорил? Да, и Дэн, да, там, говорил И с другими тоже агентами я общался Магнитка опередила? Ну, да, там, потому что Магнитку тоже можно было понять И ему нужно было И ему нужен был ответ И сезон там уже, да Раньше здесь начинался Я решил все-таки вернуться Именно домой Все равно, наверное, сыграл тот факт Тоже, что я отсюда уехал В 16 лет из дома Только на... Не побыв тут, по сути, да Да, и с родственниками не побыл И с мамой не побыл Я не жалею, честно То, что сделал, вернулся Думаю, что будет второй заход Скорее всего Я кайфую, я дома, в родной команде Провожу время и с родными Со своими Слушай, ну в таком бы доме Я бы тоже, конечно, кайфовал Определенно, вдруг Слушай, а что это за книжка у тебя? Прикольная на самом деле Она очень такая мотивационная Крутая книжка Она продается где-то? В тираже? Да Ну да, да Просто у меня в таком... Разум чемпионов, как мысли Тренируется побеждать Великие спортсмены Джим Афремов Вот, понимаете Егорыч, я чисто, краем глаза Увидел у тебя Вот эти вот коробочки От лезвий Здесь И ты тоже в своем В одном интервью Говорил, что когда ты приехал В НХЛ Все были в шоке От того, какой желобок ты точишь Что даже в ротари не катаются на таком И твои коньки нереально острые А когда тебя спросили про то Какой желоб ты точишь Ты звонил сервисмену сюда Чтобы он тебе там какую-то фотку скинул Чтобы показать там И тебе заточили коньки В чем заключается особенность Твоей заточки? Была, да, проблема в этом Потому что я туда, когда поехал Я, наверное, пар-десять с собой взял Ну, готовых Потому что я знал Что, я не знаю Ну, как у меня там будет Я знал, что я буду тренироваться Что у меня будет лед Но я думал, ну, где точить я там Я не знаю Я с собой взял просто 10 пар Готовы Сервисмен у нас был Один и тот же Что в сборной Что в СКА И я вообще не трогал Свои коньки никогда И мне всегда нравилась Какая у меня заточка И я вообще не заморачивался И когда уехал И все И тут у меня, да Получилась такая большая проблема Прям большая проблема Потому что они меня когда наточили Я вообще Я кататься И мамка У меня ноги разъезжались Ну, он мне показывал У них там станки тоже своеобразные Они там навешивают кольца Там по величине И у меня вот было Он говорит Ну, все Говорит Ну, нету Меньше уже Говорит Все Говорит Ну, у нас, говорит Вратари даже Такие не точат Он говорит Как ты вообще бегаешь Ты же врезаешь Мне нравится Мне так удобно И сейчас я, да Сейчас я отправляю лезвие Прям в Новосибирск Парнишки Он меня точит Там ногу У меня 20 пар И сразу точит И все И разные Но я сейчас чуть-чуть Постепенно Я ухожу На поле Ну, как нормально У всех идти Как нормальные люди Глубина 10 Это что значит? Это про этот Это, наверное Это тестовые Были какие-то Мне делали Я много перепробовал Сервисная комната Висят Майки игроков Вот так Игровые Выездные Домашние Тренировочные У всех Тоже Правильные Баулы Еще одни Тренировочные И это Какие-то Игровые Такие Манишки У ребят Круто Почему Мазяки Такие Клюшки Маленькие Можно взять Я думал Что-то Они побольше Как-то Когда вернулся СНХЛ Сказал Такую фразу Что В России Я счастлив Находиться В раздевалке Можно шутить Давно Такого Не было А как Как у тебя было Там Ты сидел Просто молчал Особо не все Понимал Что происходило Конечно Мне это не очень Из-за незнания языка? Ну да Незнания языка Больше За год Выучил английский Я же как Панара Разгильдянничал И особо Он говорил Что за несколько лет Он даже просто Не учился Сбивал На это дело Все У тебя Как С этим У меня был Там Репетитор Я грубо говоря С нулевого С турецкого Английского Поднял Серьезно Дальше Было Развивать Я уже Все понимал Говорил У меня свой Английский Был Говорил А они дальше За меня Склеивали Самый Памятный Гол Твой НХЛ Самый Памятный Такие Но Безусловно А еще Памятный В Мэдисон Скоргардене Я забил Лунквисту Конечно Тоже Забить Лунквисту Это Не каждому Дано НХЛ Если ты будешь Равным Там С американцем Грубо говоря Или канадцем То скорее всего Выберут Его Чем например Какого-нибудь Русского Или европейца Почему В континентальной Хитинлиге Наоборот У меня тоже Вопрос Почему У нас так Почему У нас К иностранцам Такое отношение И когда Мы приезжаем Туда С нами Вообще Никто не Сюшекается С нами Очень жестко Обходятся И Если Ты не Суперзвезда И Здесь же Иностранцам Вообще Другое отношение Просто порой Даже выбирают Между там Молодым пацаном И легионером Ну талантливым Молодым пацаном И выберут Почему-то Ну легионера Это не всем Понятно Потому что Потому что Его кто-то Привез Кто-то Им дал Денег И кто-то Несет Ответственность Но и не слышно Игроков То есть У нас Этому Вообще Не уделяют Внимание У нас Уделяют Этому Внимание В частности У нас В команде У нас Очень сильно Главный тренер Уделяет Этому Внимание Но Мы Не Не совсем Уделяем Этому Внимание Действительно Там Это Вообще Разговор И Как Что Происходит Это Это Совсем Все по-другому Там Реально Легче Ты бежишь Тебе Все подсказывают Что делать Как делать С кем Ты больше всего Общался В Дэвилс Колман Заха Павел Хишер И еще Был Джаспер Брат Слушай Ну я первый раз Вижу столько Майков Одного Человека Так Это Ты играл За Лока Вот Тут Самый Плав Когда Паровозик Смор Мы на парад Ходили В 14 Году Это С МХЛ С первого сезона С Барса Локомотив Команда Тогда Возрождалась После того Как команда Разбилась Они не сразу Играли сезон Они играли сезон Высшей лиги Да Доигрывали мы И вот такие Майки Царствие небесное Конечно Лока Один матч Ты провел Да За Барс Да Официальный Один Нефтяник Высшая лига Универсиада В Турции А это Кстати Тоже Майка Это первый Выезд МХЛ Америку Канаду Играли против Университетских Команд И как выиграли А мы Без шанса Всех Обыграли До первого Выезда Моя самая Первая Майка Какая же Она все-таки Старенькая Такая Да Уже Прям вообще Как реально Раньше были Эти майки Синий Красный Она даже Не постиранная Не застиранная Тут даже Чай какой-то Я всегда Чай пил После тренировки Ме папа делал На твой взгляд Геннадий Величкин Это позитивный Или негативный Игрок Для магнитки Потому что Все говорят Что он наплевал На клуб Раздал игрокам Очень большие контракты Которых Кстати потом Они переподписывали На более маленький Потому что Был потолок Магнитка Не укладывалось В этот потолок Сам он Как бы Наделал Таких делов У него Была зарплата 100 миллионов В год То есть И Как бы Для тебя Как ты считаешь Позитивный Или негативный Герой Потому что Он Не смотря На будущее Команды Просто Вот Надавал Таких Контрактов И ушел По сути Однозначно Позитивный Но Не беря Эту историю Да Вот С этим Не совсем Сколько Он сделал Для Команды Для этой И Сколько Он лет Здесь проработал На самый титулованный Генеральный менеджер Он Выиграл все Что можно было О потолке Долго Говорили Давно И Как-то Это все Переносилось Относилось И у одних Нас Была такая проблема Многие команды Столкнулись С этой проблемой Которые Не готовились К этому Потолку Ну Как было Так было И Уже Что об этом Говорить Все зарплаты Все равно В КХЛ Все знают Кто сколько Получает И на сайтах Это прекрасно Можно посмотреть Когда я смотрел У вас У тебя У Кулемина И по-моему Локтиона У вас было По 95 миллионов Сейчас же Вам понизили Ну Чтобы вписаться В потолок Вы пошли на уступки До 55 Это правда? Ну да Ну так было Относительно Вас Немного Подставили Да? Вы переподписывали Контракт Хотя Ну как Но нам К нам клуб Тоже пошел На встречу Они как бы Расторгались Со мной контракт Тем самым Они выплатили Мне компенсацию Вот И я переподписал Потом новый контракт Ну В общем Тебе пошли на уступки? Ну да Я пошел И мне пошли Мы прибыли На локацию Рассказывай Где мы? Вор район Где Ярлы бы Расходился Постоянно На катке Проводил время Здесь Играли вот здесь Но к сожалению Здесь уже все разобрали Наверное Две недели назад Только разобрали Сделать новое Или вообще? Все Потому что она была Не в очень Хорошем состоянии Многих досок не было Уже И лед не заливался И Бывало Когда я Приезжал сюда И вроде говорили Что в планах Есть новую коробку Сделать все Чемпион Играл в НХЛ И везде Давай поговорим о том День Перед матчем В Национальной Хоккейной Лиге Где эмоции Переживания И прочее Потому что Ну все-таки Сыграть первый матч В НХЛ Это Нереально крутое Большое событие Поездка была Длинная была Поездка Там Три или четыре Игры была На выезде Последняя игра Вот эта Крайняя была Мы играли с Виннипегом Как во сне Знаешь Подряд кто вам Ну мандраж Такой хороший Мандраж был Спал ночью Перед игрой Спал И днем спал Да В этом плане Ты психологически устойчив Получилось Да Но за день до игры Я не знал Что я еще буду играть Я узнал Только утром По моему На раскатке Это наверное Было большим плюсом Магнитогорск Хоккейный город По твоему мнению Да Я думаю Больше да Потому что Город маленький И это Одно Одно Такое Отдушено Развлечение Для жителей Блиц опрос Ты можешь отвечать Как в принципе хочешь Вот Поэтому Топ 5 Или топ 3 Если наберешь каналов На ютуб Дневник Именно Хача Я смотрел И снимал Немножко Разок снимал Для тех кто не знает Егор Когда они выиграли Кубок Он снимал Для дневника Хача Какой-то там фрагмент Он тебе дал камеру Да Первое Дневник Хача Второе На самом деле Я много смотрю Знаешь Когда вот спросят Именно Ты не вспомнишь Прям Красаву Я смотрю Там Нет Нет Выпуск Ну Дуч Наверное конечно Выиграть Кубок Стэнли Или Олимпийские игры Для меня Кубок Стэнли Все с однозначно Нет А если бы Ты не был Еще олимпийским Чемпионом Это разные Турниры Вообще Тут Можно сказать Краткосрочный Турнир А здесь Как бы Кубок Стэнли Чуть-чуть Ты к этому Идешь Там Целый сезон Грубо говоря Для этого Все делаешь Ты их сравнивать Немножко Тяжеловато Все тяжело Просто так Ничего не дается Если бы тебе дали Перебросить Один бросок В жизни В каком бы матче Это было Не припоминаю Такого момента Топ Пять Тренеров За всю твою Историю Кем тебе было Комфортнее всего Работать Первый Второй Третий Четвертый Пятый Наверное Познарок Как бы Для меня Такой главный Поверил в меня И дал мне шанс Я конечно Ему очень благодарен Дэйв Кинг Был тоже Честно Не могу Тут так Знаешь Вот в моей карьере Мне повезло У меня не было Знаешь Посторонних тренеров Я Зентуэ Хайдарычем Работал Бальдином Да Там интересный Был опыт Для меня Крикунов Тоже был Да Я предсезонку Там Одно проходил Сниму И баллоны Его бегал С Петром Уличем У меня были Достаточно Непростые отношения Но На тот момент Да Я его не понимал Я думал Он ко мне Придирается Я был Молодой игрок Который Он очень жестко Так со мной И Я тебе хочу сказать Спустя время Которое Проходит Чем старше Я становлюсь Тем больше Я его понимаю Для меня Это безумно Огромнейший опыт То что я поработал С таким Великим тренером Уже получается Был Знарог Кинг Воробьев Зинитулла Хайдарович Крикунов Крикунов Все был у нас Наверное Первый тренер Не Ну это Даже не обсуждается Любимый Фильм Или сериал Егора Яковлева Конечно же Это там Бригада Так и знал Вот Ну вот Какой-то прям Топ Топ Вообще Фильм Последний Который Вот я посмотрел Прям топ сериал Это Ход Королевы Вот этот Который вышел На Нетфликсе Конечно же Джордан Последний танец Последний танец Самая дорогая покупка За последнее время Машина Любимое блюдо Макароны Макароны? Да С курицей Просто С курицей Серьезно Все Все хоккеисты говорят Вот одно и то же Макароны с курицей Макароны с курицей Кофемашину Вижу Дальше Воду Сахар Какие-то Бобы Финики Урага Спортивное питание Ты пьешь Спортивное питание Чего пьешь? В основном Восстановитель Прям даже бассейн Ванны Ванны Типа после игр Сидеть Восстанавливаться Уровень Ничего сказать Уровень Попадайте Ребята В КХЛ Кто нас смотрит Чтобы переодеваться В таких Крутых Раздевалках Это того стоит Тут Короче Ты Дорабатываешь Постремивалку Это тренер Смотреть будет Отрез Делаешь А это Что такое Это на руки Тринозор Серьезно Ухача работал Вот теперь И здесь Подрабатываю Тут Сопротивление Идет За счет Воды Хотите К нам В блок Серьезно Спасибо Очень приятно А вот это Мне кажется Твоя любимая Жилет Да Я слышал Жилет Лучше для мошки Я у всех хоккеистов Спрашиваю Один вопрос А Потому что Мне это интересно И Б Потому что Мне хочется Узнать В основном Я спрашиваю У тех Кто приезжал Из-за океана Куда Ты вкладываешь деньги Как бы русский менталитет Он всем Да Понятен То есть Если у тебя деньги нет Кто-то там Берет кредиты На свадь Вы знаете Такие вещи Не совсем порой Рациональные В Америке же Каждую копейку Как бы считают И люди Жадные В плане того Чтобы тратить Свои какие-то деньги Которые не могут Куда-то вложить Да Грубо говоря Как обстоят С этим дела У тебя Не повлияло ли Америка Я не скажу Что прям кардинально Как это поменяло Но Да Интересно Было посмотреть Там Тоже и банкир у меня был И интересно было С ним общаться Что он Такие мысли предлагал Это правильно Я считаю Тоже быть Чересчур Там Знаешь Мы живем Один раз И все равно И Деньги зарабатываем Это Что вы тратите? Ну удовольствие Все равно Должно быть Такое У меня Как этот Пенсионерский Такое Вложение Недвижимость В основном Как бы Твой же агент У меня Лично говорил В интервью Что говорит У русских Проблема Что только Вы зарабатываете Деньги Вы сразу Фигачите Все в недвижимость Хотя Акции Не акции Неужели Он тебе Об этом Не рассказывал Это было Тогда Слушай Я когда Здесь играл В России Для того Чтобы не тратить Вот так Вот деньги Я просто Сразу покупал Что-то Либо квартиру В Москве Либо квартиру В Питере Либо какие-то Помещения Чтобы Не потратить Эти деньги Я считаю То что Чем ты не разбираешься Лучше Вложиться В недвижимость Главный Плюс И главный Минус Жизни в Америке Сигачев мне говорил Что там Еда говно Полная Безусловно Есть Проблемы Эти с едой Для нас В Нью-Йорке Этих проблем Конечно нет Там русский ресторан Есть и русские магазины Все это было Порядок Все Уважают Да Закон И вот это все Минус Наверное Вот это Неискренность Вот это Лицемерие Лицемерие Ну а вот Как бы Вот мой Дом Мой подъезд Последний Да Сам С стеклами Застекленные Мы Побывали Во дворе И на месте Где жил Егор В детстве Историческая Тема Слушай Очень холодно Пойдем Пожалуйста Егор Ты сам Как ты даже говорил Едет Игрок Грубо говоря Не какой-нибудь там Овечка Наш там Радулов Так далее В него мало кто верит И каково было Ехать в НХЛ тебе Когда в тебя Ну Мало кто верит Да это классно Если честно Когда потом Что-то у тебя получается И когда люди Те же самые люди Которые в тебя не верили А потом резко Переобуваются И Да Мы так и знали Я так и знала Топ каких-то 3-5 факторов Которые должны сложиться Чтобы игрок Заиграл в Национальной Техейной лиге 100% Немаловажная часть Там Ты должен быть Задрафтован Чем выше Ты задрафтован Тем Больше тебе будут Давать Доверять Терпеть Потому что Они несут Ответственность за тебя За Выбор Награться За тот или иной Выбор Да Ну и конечно же Тренер Доверие тренера Ты Когда играл в Нью-Жерси Ты играл против Топовых линий Играл против Кучера Там Пойнта Баркова Против кого Играть было реально Вообще Невыносимо Тяжело Ну Ты вот Наверное правильно Назал Пойнт Кучеров Люди с другой планеты Они по-другому Видят И Соображают Что Что больше всего Не любит защитник Как бы Или не ожидая Защитника От нападающего Какой-то Обыгрыш Или какую игровую Станцию Не любят защитники Защитники Одну единственную Ситуацию Не любят Когда на них Бежит Большой дядя Запрасывает Ему в угол И бежит Тебя Долбить Ты говорил Что тебе Не совсем Нравится Схема игры Там В Дэвилс И Какой Хоккей Тебе ближе Тот Который В России То есть Такой Более Комбинационный Более Такой Головастый Или же Как там Топтать Бежать Чем Отличается Хороший Игрок Да От Среднего То что Хороший Игрок Должен Уметь Подстроиться Под той Иной Хоккей Который Тебе Но Лично Тебе Какой Ближе Хоккей Мне Больше Нравится Играть Шайбой И Комбинационный Был ли Какой Кумир У Егора Яковлева Или Игрок Которому Ты Старался Подражать Кто Твой Любимый Хоккеист Восхищался Игрой Кирилл Кольцо Мне Очень Нравилось Как он Играет Интеллект Его Развит Хоккей Насколько Он Тонко Мог Играть Насколько Смело Мог Играть Очень Нравилось Как Он Играет И Женю Вышел Тренер Я Не могу Снимать Потому Он Вышел Из Душа Объясняют Сейчас Егору Какие-то Схемы По-английски Походу Попал Я К Подраздачу Все Многие Русские Фанаты Ну Понятное Дело Что Я думаю Ты это Слышал Уже Не первый Раз Они Говорят Что Олимпиада Для нашей Сборной Это была Легкая Прогулка Потому Что Не было Ни НХЛ Что Ты думаешь По этому Поводу И Что бы Ты ответил Тем Кто так Думает Это было Очень тяжелое Мероприятие Для нас Потому Что Любое Место Кроме Первого Для нас Считалось Бо Провал От нас Все Требовали Ждали Все Об этом Говорили И Все Все Понимают Задавило И Было Тяжело Больше Не радость Была Просто Знаешь Облегчение Выдохнули Облегчение И была Такая Пустота Уже То Что Слава Богу Мы Это Сделали Олимпиада Есть Олимпиада Олимпийский Чемпион Золото Есть Золото Олимпийский Чемпион Есть Олимпийский Чемпион Об этом Никто Вспомнить Через Десять Лет Крутое Событие От Какой Победы Ты Кайфанул Больше Всего В Кубке Гагарина На Чемпионате Мира Или На Олимпийских Играх Вот Прям Ну Все Равно Ты Можешь Я думаю Выделить Одну Что Какую Одну Победу Прям От Которой Ты Реально Прям Просто Кайфанул 14 Год Я Выиграл Первый Взрослый Такой Закрытый Скрытый Никогда Ни с кем Не разговаривает И не дает Вообще Никаких Интервью Не знаю Честно Почему Он все Так Спресс И ведет В жизни Он совершенно Другой Человек Открытый Позитивный И С ним Всегда Приятно Пообщаться Поговорить Уже Завтра Здесь Пройдет Матч Металург Сыграет Соска Я буду На этом Матч Буду Болеть За Егорыч Чтобы Они Выиграли Друзья Ну как Всегда По классике Мы Делаем Розыгрыш В конце Этого Выпуска Задание Будет Очень Просто Максимально Простое Проходят Ваши Тренировки Происходит Жесть Аэробайк Тяжелая Тема Прям Всю Команду Шина Эти Велики А вон там Кто работает В команде Тавгай Кто Их пока еще Не приобрели Но грушу Повесили Новый день Раскатка Перед матчем Соска Команда Готовится Все в боевой Готовности Все заряжены Такая чисто Лайтушка Почувствовать Ручки Ножки И сегодня Будет прям Реальная бойня Все настраиваются В общем Будет топовый матч Сто процентов Брат Че Подводят Может поменяем На нормальные Ноги подводят Смотрите Какая Программа Стоит Вот Следят За дроном Какой у него Пульс Как вообще Работает Команда Готовится Отрабатывает Выходы из зон Хоп Пасек Вперед Поехали Оп Вышел Один в ноль Шайба на крюке Чисто На опыте На одном Коньке Здесь В Магнитогорске Есть очень Интересная Особенность Игроки При подписании Контракта Вот например Если будет Здесь например Дают там Грубо говоря Сто Например миллионов А где нибудь Там в каком нибудь ЦСКА Дают 80 И игроки Почему то Выбирают Например ЦСКА А не Магнитогорск Просто из-за того Что тут плохой город Магнитогорск Реально Топовый город Несмотря на то Что у меня уже Просто отмерзла рука И ужасно холодно Но Реально Город крутой Маленький Компактный Нет пробок Как бы здесь Хоккей Мне кажется Единственное Развлечение И он здесь Реально пользуется Спросом Почему не приезжать И не играть В Магнитогорске Для меня Это в принципе Не особо понятно Игроки Делают большую ошибку Потому что В принципе Здесь созданы Все условия Офигенная Раздевалка Как вы уже Увидели Крутое отношение К игрокам То есть форма Не форма Тебе просто Выдается Все Посмотрите Красотка Какая стоит Я не знаю Кто не соглашается Приходить в Магнитку Но вы Делаете это зря И очень многое Теряете Также отдельно Я бы хотел выразить Большое Большое спасибо Ребятам Из Металлурга Магнитогорска Потому что Первое Они открыли мне Доступ ко всему А не как Другие клубы Континентальной Хейнлиги Мы там Это не можем Мы то не можем Это давай не будем Здесь же ребята Сделали все открыто Открыли мне полный доступ Егор принял меня К себе пожить Ему тоже конечно же Отдельное спасибо Посадили меня в самолет Да конечно В самолете Ничего не удалось снять Я думаю Вы понимаете Почему не удалось В целом Большое спасибо Магнитке Большое спасибо Руководству клуба Я знаю что даже Президент Металлурга Магнитогорска Он смотрит мои видосы Он как бы Поэтому Был такой наверное Один из ключевых факторов Почему меня вообще Пустили в самолет И как мы уже убедились И тренер Муравьев Тоже меня смотрит Поэтому Блин Это нереально круто Очень Очень Кайфанул От этой поездки Потому что Крутой парень Егор Крутой клуб Крутая Все просто На таком высшем уровне Металлург Спасибо вам Ребята Я думаю Что за это Надо поблагодарить ХК Металлург И давайте Оформим подписочку На их инст Также У них есть Ютуб канал Смотрите Следите за этим клубом Потому что клуб реально Топовый Все прям Сделано На уровне Необычное упражнение Для раскатки Перед матчем Особенно Соска Один в один Битва Прям ребята Реально Прям бьются Кусаются То есть Казалось бы Матч Они прям Фигачат По жесткому Всем недавно От главного менеджера По экипировке Магнитогорского Металлурга И стальных лис Я узнал такую Интересную подробность Что в среднем Получается Есть определенный Лимит клюшек То есть 60 там Да например Прохоркин же За сезон Использует 120 клюшек За сезон Он их меняет Даже порой Не потому что Они там ломаются Просто например Клюшка становится мягкой Ей становится уже Как бы ну Не очень удобно Хотя мне наоборот Лично это нравится Когда клюшка становится мягкой Прохоркин Каждую игру Берет новую клюшку За сезон Выходит около 120 палок Представьте Если каждый игрок Будет использовать По 120 клюшек За сезон Сколько это денег А в магнитке Чем примечательно Что настолько Реально крутая Система Сам менеджер Магнитогорского Металлурга Говорит что Какой ты хочешь Требовать результат От команды Если ты им не можешь Просто даже Снарядить их Тупо экипировкой Поэтому мы здесь В магнитке Прям делаем Максимальные условия Для ребят Для игроков И все клюшки Всю форму Прям всю топовую У них спецзаказные трусы Спецзаказные клюшки Спецзаказные коньки И они все это За свой бюджет покупают То есть Вот это вот прям Такой нюанс есть Очень интересный Мне кажется Что не во всех Кахалерских командах Такой прям Хард левел Что клуб может Оплачивать тебе все По сути Это круто Это очень реально круто Магнитке Респект Сергей, здравствуйте Привет В чем, как настроек? Отлично Готов, заряжен? Да, моя любимая команда Давай, удачи сегодня Все И следить за тобой Постоянная рубрика Тачки игроков Пока они на раскатке Подзерим, что за машина Вот это, как бы Я думаю Мы уже знаем Ча машина Даже ее кто-то помыл уже Я не знаю, правда, кто Потому что мы только что Приехали на раскатку И он ее вообще поставил Вот здесь А теперь она когда-то здесь Еще и чистая Сервис Еще ауди Это, конечно, солидный аппарат уже Еще ауди Ё-моё Вот это вот кто Кто играет Вот Я не знаю, чья это машина Но вот этому парню Вообще просто не то, что Не то, что там респект А просто красава Посмотрите Ну, ласточка же Ну Как у меня Малышка Скучаю уже Ё-моё Вот как у меня Еще одна Все, в общем Магнитка теперь официально Моя любимая команда Пацаны Вам респект Мерседес БМВ в основном И Порш Выбирают Игроки Магнитогорского Металлурга Кстати, тачки Пободрее Чем мы видели В Казани В выпуске Сани Бурмистру Здесь Поинтереснее машинки Ну что, друзья Вот и настало Время матча Команды готовятся Уходить на раскатку Потихонечку Собираются болельщики Из-за коронавируса Заполняемость Магнитогорский Может быть Всего 30% Но Матч будет Все равно Интересный Вне зависимости От того Сколько будет народу Такой настрой Чувствуется На самом деле Не шуточный Вот он Легендарный Великий И могучий Сергей Майдякин Помню еще Когда он играл У нас В Химике В Атланте Так я Всегда хотел Его клюшку Получить И короче Один раз Произошла такая ситуация Мы стояли У заднего входа Раньше была Очень большая мода На карточке Как мы уже и говорили С Егором В выпуске Все выходят Выходит Мазякин И отдает клюшку Какой-то девочке И я такой Типа Блин Почему не я Почему она Это было реально Очень-очень Обидно Практически Можно прикоснуться К Василию Кошечкину Вот так Потрогать его И пожелать ему Удачи В сегодняшнем матче Ну и как всегда Наша рубрика Обзор Магазина Хоккейного клуба Металлург Мы уже были в Казани И сейчас Настала очередь Магнитки Посмотрим Что же продается В фаншопе Магазина Казани Я уже научился На своих ошибках И поэтому Я спросил заранее Есть свитер Яковлева И мне сказали Что его свитера Тоже нету К Казани Бурмистрова В Казани Потому что Это самые ходовые Свитера И их раскупают Просто в лед уходят Цена Одного джерси Хорошего джерси Нашитого джерси В магнитке Составляет 5200 Для такого Свитера Это неплохо Это круто Можно конечно Найти попроще За Три штуки У магнитки Такие же куртки Как у меня Так у меня красная машина А здесь магнитка Такой пуховик На зиму 9 кс Ну и как вы видите Меня уже тоже Приодели Мерч Магнитогорского Металлурга Шапка Кофта А тут такой Как типа Небольшой зал Магнитогорской славы Вон тот самый Чемпионский перстень У Егора К сожалению Мы не увидели Перстня чемпионского С магниткой Надеюсь Что увидим В этом году Он в свой кубок Выиграл со СКА Так же как и в Казани Продаются Клюшки Игроков Только в Казани Они были новые А здесь Чуть подзеланы Потехин Бирюков В целом Неплохой магазин Приличный Ассортимент Тут имеется И В принципе Нормальный прайс Поэтому Залетайте Покупайте Вон тут еще Палочки какие Стоят Магнитогорске Как в Магнитогорске Давай пять Магнитогорске Относится к Егору Яковлевне Он относится к Егору Яковлевне Ну или все-таки он мертвый Как ты считаешь? Магнитки мертвые не играют Ну и все Так, прижился? Да А вы Вы откуда меня знаете? Конечно А мы же тебя встречали Серьезно? Нет, ты что, забыл? Деда с бабой Как в Магнитогорске Болельщики Относятся к Егору Яковлеву? Нормально, хорошо Нормально, прекрасно Хороший хоккеист? Точно? Да Точно Болеете за него? Конечно Я на школе учился Ну и все Большой вам Респект, что ходите на хоккей Спасибо И болеете за металлок Вы крутые Очень крутые Всего доброго вам Мы ни одного матча не пропускаем И еще за границей ездим Синкратега Вообще, молодцы Просто лучшие Самые клетанные болезни Спасибо У нас и местная хоккей Ага, это ваша местная хоккей? Наша Да, вот Вот мы у нас такие Серьезно? Это потому, что вы очень долго болеете за Магнитогорск? Да, это нам на золотую свадьбу Пожизненные абоненты дали Прям даже пожизненные абоненты? Это круто Это круто Удачи вам Берегите себя И не болейте Всего доброго Зайдем Позырим В экипировочный центр Не хоккейный магазин А экипировочный местный центр И посмотрим Что тут за ассортиментик Такой вообще Понятно, что Магнитогорске Все-таки Реально Топовый город И они знают Какой бренд Надо выбирать Красавчики Че? Правильно Делаете Ребята Собъездный столб Прост, но поехал Забрал поклон Тоже дело Полезная передача И это гол СКА выходит вперед В этой очень тяжелой Очень вязкой встрече В общем Вдет второй период Осталась Одна минута 26 секунд До конца И Только сейчас Открылся Счет Матч Изобили СКА Ну Гол Конечно Такой Получился Очень довольно Хороший Просмотрели Там Игрочка На пятаке Но У магнитки Есть еще Целый период Чтобы отыграться Оказывается Сегодня Очень знаменательное Событие У Егора У его мамы День рождения И она пришла На этот матч Мы ее поздравляли Подарили ей кепку Когда Егор И может быть Его мама Будут смотреть этот выпуск Я бы от себя Хотел сказать Поздравить вас С днем рождения Пожелать Самое главное Здоровья Потому что Все можно купить И там Сделать Достичь А вот здоровье Надо беречь И Наверное Главный ваш подарок На этот день рождения Это ваш сын Который Вы воспитали Очень хорошего Достойного человека Это самое главное Я считаю Это самый дорогой Наверное Подарок Это ваш сын Поэтому Спасибо вам Сегодня приехал Меня вот так вот Представляют На этом подиуме В те моменты Начинаешь Чувствовать Что У тебя реально Что-то получается Где-то Когда тебя вот так вот Представляют Друг Там реально С тобой Хотят сфоткаться Не хотим Фоткаться Хотим с тобой Сфоткаться Хитрый Хитрый Магнитогорский Лис Что я лысый Что-ли Да Скажи Кто думает Магнитогорский Про Егора Яковлева Хороший он хоккеист Или плохой Как вы считаете Хороший То есть Вы думаете Что он в порядке Или же он мертвый В порядке Точно Все что его защищают Защищают Магнитогорский Говорят что он Хороший Хоккеист Ну не знаю По-моему Сомнительная Такая тема В порядке В порядке В порядке То есть Вы в Магнитогорске Рады Что он играет В вашей команды Ну все Мужики Давайте Я желаю вам удачи Давайте Все Ребят Честно говоря Я офигел с того Сколько народу Ходит и просит Сфотографируется В Магнитогорске Я думал Что в Екатеринбурге Был полный Развал и аншлаг Ну я так еще Никогда не ошибался Магнитогорску Хочется выразить Отдельный респект Отдельный респект Всем фанатам Большое вам спасибо Парни что смотрите Переживаете Мне очень приятно Братце ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Матч был просто бомба Сначала Магнитка проигрывала 1-0 Потом они просто Плот сравнивают Сергей Плотников Который сегодня нам говорил Что он заряжен на игру И вот забивает Он с передачи Как раз таки Нашего героя Егора Яковлева Ну и потом Просто красивейший Гол от защитничка Тивио прошил И победа 2-1 На ЦКА Мы принесли В этот раз Удачу Командочке Я не подводил Никаких итогов Потому что матч был такой напряженный Что было просто не до этого В общем Магниточка с победой Маме Егору Подарок На день рождения Все в хорошем настроении Заканчиваем Этот выпуск И этот Прекрасный день И немножко Эксклюзивчика Я не знаю Был ли кто-нибудь Когда-нибудь из вас Сверху На арене Прямо То есть По этим Железкам Которые находятся Над полем У меня всегда была Маленькая мечта Побывать В Магнитогорске Мне удалось Это сделать Я хочу поделиться Просто этим с вами Потому что Может кто-то Кому-то будет интересно Как высоко Как это высоко И как это круто Находиться здесь Мне кажется Отсюда матч смотреть Было бы гораздо интереснее Вон туда Куда-нибудь Сесть бы Вообще Топчик Ну и стрёмно На самом деле Немножко Блин Тут реально стрёмно Смотрите Мы находимся Прямо Над воротами С вами Если этот выпуск Наберет Миллион просмотров То Я попробую Пройтись По моей тюрьме В палке Блин Я за х** Сказал Ну ладно Всё равно Не наберет Друзья Ну и как обычно По старинке По классике Мы делаем розыгрыш В конце выпуска Условия будут таковыми Кто-то получит Клюшку Егора Яковлева Но нужно угадать Что было дальше В одной истории В общем Егор и Саня Бурмистров Один раз Взяли машину У бати Сани Чтобы покататься И они Получается Как-то Поцарапали диск Вот Но Бате не сказали Они эту проблему В итоге Исправили И тот Кто угадает Как они исправили Данную проблему Первым Угадает Получит свой приз Не забывайте Оставлять внизу В комментариях Свои контакты Чтобы мы могли С вами связаться ВК, Инстаграм Какие-то свои ссылки Я хочу сказать тебе Спасибо большое За этот выпуск За этот день Ты нереально крутой И позитивный Чувак Вообще Просто И все прям Открыто Рассказываешь В общем Я блин Нереально Кайфанул От встречи с тобой От знакомства От вообще Магнитогорской Хочу сказать тебе Только спасибо Пожелать Самое главное Удачи Чтобы все-таки Последний Последний Такой заключительный Так сказать Ты добил Забрал этот кубок Стэнли Привез перстень И тогда будет Вообще Просто такая Все Давай, друзья Удачи На этой Позитивнейшей Ноте В этот морозный Солнечный день Я бы хотел Завершить наш выпуск Я надеюсь Что вам Понравился Этот крутой выпуск И давайте Респектанем Обязательно Егорычу Сделаем Оформим подписочку На него На магниточку На всех Подпишемся И скажем им спасибо За то, что они Позволили нам сделать Такую пушку Такой топовый контент Столько эксклюзива Мы узнали И все Посмотрели здесь Это дорогого стоит Такого контента Но я не знаю Кто как бы еще Сделает Стараемся Все делать для вас Развивать хоккей Чтобы наконец-таки Хоккей уже был у нас Спортом номер один В стране И мы Делаем все для этого Прекрасный вид спорта Надо реально Развивать Потому что мы все его любим В общем, братцы Спасибо всем за просмотр Если вам не трудно То поддержите нас Пожалуйста Пальцем вверх Комментом Подпиской на канал Ну и конечно же Колокольчик Чтобы не пропускать Топовые Вообще просто Нереально Бомбовые выпуски С игроками Это эксклюзив В общем все на этом Братцы Всем спасибо Пока С вами был Черкас На связи Яковлев Открывает счет В этом матче Андрей Чибисов Передача И 1-0 Металург Выходит вперед Ну и классно Не дали вывести Шайбы Причем первая пара Защитников Была у Динамо И не смог В первом конце Яковлев Бросок Егора Яковлева Рикошет Яковлев Слет И шайбу Ворота Это любопытно